Сегодня ситуация своего замусора стоит на особом контроле у всех причастных служб. С целью защитить окружающую среду и обезопасить граждан дома города над Буком завариваются мусоропроводы. Помимо нерационального использования ресурсов и затруднённой переработки, они со временем становятся очагом полезнетворных бактерий и микробов, а также неприятных запахов и грызунов. Сейчас работа по завариванию завершена. Они закрыты в 76 домах, обслуживаемых Куб ЖРЭУ города Бреста, и в 260 домовладениях товарищ собственников. В городе стоит задача заварить все мусоропроводы к концу этого года. На сегодня по фонду, который обслуживает Куб ЖРЭУ города Бреста, осталось два дома. Гвардейская 7 и Набрестских дивизий 16 номер дома. Что касается заваривания мусоропровод по кооперативам, они несколько отстают, хотя надо отметить, что тоже идут к завершению этой работы. Практически по третьей очереди у нас остался, по-моему, один дом только на микрорайоне Восток. В четвертую очередь, как правило, затрагивают микрорайон Южный, в котором большее количество сейчас осталось сосредоточено на незакрытых мусоропровод. Но эта работа идет. На примере соседнего дома можно видеть, что, вероятно, ствол заварен, потому как контейнер стоит не в мусороприемной камере, а рядом. При устройстве загубленной площадки, значит, вывоз с контейнеров 0,75 метра кубических прекратится. Как альтернатива, во дворах многоквартирных домов обустраиваются площадки со специальными контейнерами, которые имеют различные цвета и маркировку. С их помощью сотрудники мусороперерабатывающего завода указывают на вид отходов, которые можно выбросить в каждый из контейнеров. Это позволяет разделить мусор, перерабатывать его и использовать повторно, что помогает защитить окружающую среду и рационально использовать ресурсы. Данная площадка была устроена в связи с закрытием мусоропроводов в домах многоэтажной застройки. Оснащена двумя емкостями заглубленными, 5 метров кубических каждая, и рядом контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов. Также, с учетом сложившейся ситуации изначально, здесь частное скопление крупногабаритных строительных отходов, был, скажем так, обустроен место для сбора КГО, как видите, в большегрузный контейнер. Данная площадка, как и многие другие, в микроорганизме «Восток», обустраивается с целью, скажем так, именно людей собрать в одном месте, чтобы повысить объем раздельно собранных отходов. Собранный мусор регулярно вывозят на специализированные полигоны или перерабатывающие заводы. Там происходит его классификация, переработка и утилизация. Строительные отходы тяжело переработать, поэтому для их утилизации в Бресте установлен отдельный пункт приема. Значит, вывоз контейнеров для смешанных отходов черных, он производится ежедневно. Также ежедневно с этой площадки выводится контейнер для крупногабаритных отходов. Контейнеры для раздельного сбора выводятся в соответствии с графиком. Бумага, пластик еженедельно, контейнеры для стекла выводятся один раз в две недели. Строительные отходы принимаются на нашем приемном пункте по улице Генерала Тимофеева, 29А. Пункт работает ежедневно с 8 до 20 часов. Плата за, скажем так, прием строительных отходов установлена в размере 50 рублей за тонну. Еще немного о строительном мусоре. Брещане, видимо, не желая утруждать себя вывозом его в специальный пункт, захламляют уже обустроенные площадки. Так регулярно происходит на улице Гаврилова. Почему там? Все просто. Здесь можно подъехать вплотную к площадке и выкинуть свой мусор. Вот только при этом загородить все подъезды к контейнерам, что сильно усложняет работу коммунальных служб. Данная площадка контейнерная, расположенная в Молодогвардейской, дом 13, является одним из таких мест, на котором скапливаются растительные отходы. Особенно осенью, скажем так, каждую неделю приходится убирать и вывозить целый контейнер большой, 12-кубовый, строительных отходов, а то и больше. Каким образом, как они сюда попадают, ну, наверное, большой вопрос. Наверное, все-таки с дворовых территорий. С учетом того, что площадка расположена, скажем так, на открытой местности, нередки случаи подвоза именно сюда, с других территорий, скорее всего. Опять же, обращая внимание на целевое использование контейнера для КГО, зачастую мы здесь видим строительные отходы, различные мелкие отходы. Также хотелось бы отметить, что наряду с другими площадками здесь производился вывоз крупногабаритного контейнера ежедневно, а то и два раза на день, ввиду общей захламляемости площадки. Хотя вывоз твердых коммунальных отходов здесь ежедневно. А для самых рьяных нарушителей распорядка и правил сбора отходов напоминаем, что за неправильно выброшенный мусор вас может настигнуть административная ответственность. На сегодня, на самом деле, есть такой проблемный вопрос, как, скажем так, захламление, загрязнение контейнерных площадок. Завод, в свою очередь, при вывозе отходов производит уборку площадки. Однако имеются факты, скажем так, когда население отходы оставляет вне контейнеров. Либо в контейнерах не по назначению. Мы можем, скажем так, посмотреть, что сегодня находится в контейнере для крупногабарита и, скажем так, убедиться именно в том, что там и бумага лежит, и коробки какие-то, и мелкий мусор. Вот, что, скажем так, не для этого целевого назначения этот контейнер предназначен. Хотелось бы напомнить, на самом деле, об административной ответственности за такого вида нарушения, а именно нарушение правил обращения с отходами. Это статья 16.44 административного кодекса, которая влечёт наложение на физлицо штрафа до 30 базовых величин. К сожалению, на правила пользования площадками для раздельного сбора мусора порой не обращают внимания даже предприятия. Так происходит во дворе по улице Советской. Что касается сотрудничества нашего предприятия с разного рода юридическими лицами, а именно бары, рестораны, скажем так, какие-то офисные помещения. Учитывая, что мы находимся на Советской 56, центральная часть города, Советская рядом, понятно, что скопление такого рода предприятий, скажем так, довольно широко представлено. И оснащить контейнерную площадку каждому предприятию, на самом деле, не представляется возможным. Завод, скажем так, на совместное пользование даёт согласие пользоваться нашей контейнерной площадкой. Да, но в плане пользования возникает, скажем, у нас шероховатость. В таком, да? Ну, у нас контейнеры установлены на площадке, в том числе для раздельного сбора. И хотелось бы, чтобы размещение таких отходов, как бумажная упаковка, да, происходило в контейнер, а не на площадке. Да, это работа коммунальных служб, ответственных за уборку мусора, скажет кто-то. Но этот вопрос требует внимания и участия горожан. Устройте дома раздельный сбор мусора, выбрасывайте отходы правильно, и тогда вы увидите, насколько чисто и аккуратно может быть на вашей площадке. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.